Дорогие друзья, всем привет! Хочу вам прежде всего пожелать оптимизма, хорошего настроения и крепкого здоровья на весь 2020 год. В чем я вам буду помогать, рассказывая о том, на какие курорты лучше всего поехать, где эффективнее всего полечиться. И сегодняшний видеоролик я хотел бы посвятить тому, как вообще сейчас к россиянам относятся на зарубежных курортах. Тема актуальная, потому что международная обстановка продолжает накаляться. В конце прошлого года Чехии начали всю эту эпопею с памятником маршалу Коневу, который они хотят то ли снести, то ли перенести. Я слышал, уже есть ответная реакция со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации. Прошла волна возмущения в СМИ, в социальных сетях. И все это, конечно, не благоприятствует хорошей атмосфере, хорошим отношениям между Россией и европейскими странами. Я совсем не исключаю, что 2020 год тоже поднесет какие-то сюрпризы. Будет обострение отношений, тем более, что перманентная холодная война, охлаждение отношений продолжается на фоне сохраняющейся санкции. Итак, что сейчас происходит на курортах? Я сделал такой блиц-опрос своих клиентов. Мы с моими коллегами обзвонили некоторые отели. Узнали, нет ли никаких конфликтных ситуаций вообще, как относятся к российским туристам в Европе. Начну с Чехии, потому что чешские курорты одни из самых популярных среди россиян. И туристический поток из России очень хорошо наполняет чешский бюджет. Не будем этого скрывать. Конечно, львиную долю этого потока все-таки это туристы из России уже много-много лет, которые идут не только лечиться на чешских курортах, но также с экскурсионными целями. И, конечно, я вам скажу, что к моей радости резкие высказывания чешских политиков о России пока что не находят свое отражение на той атмосфере гостеприимства, которая создавалась годами. И я все время своим клиентам говорю, что если вы не будете хамить персоналу, то все будет хорошо. На сегодняшний день на самых популярных курортах Чехии Карловы Вары, в Марианских лазнях, в Ехимове, в Подибрадах, во Франтишковых лазнях спокойная обстановка, отели по-прежнему ждут гостей из России и готовы предоставлять им качественное санаторно-курортное лечение. На не менее популярных курортах Литвы, в частности, в Друскененкае и в Биржтунасе, ситуация аналогична чешской. Несмотря на то, что власти Литвы в первых рядах в российской оппозиции, в международной российской оппозиции, в Друскененкае россиян ждут с распростертыми объятиями, потому что этот курорт живет только за счет туристов и, соответственно, Друскененкае крайне невыгодно любое снижение турпотока из России. Я сейчас каждый день, каждый день читаю очень много отзывов туристов на разных курортах и в основном, скажу так, на 99% люди пишут о том, что отношение персонала санаториев Друскененкае к гостям дружелюбное, доброжелательное, приветливое. Да, случаются отдельные конфликтные ситуации, но я думаю, что это играют чисто субъективные факторы, то есть там какие-то бытовые моменты. Поэтому, в целом, отношение такое нейтрально дружелюбное, ну, больше дружелюбное. На венгерских курортах, на популярных венгерских курортах, в том же Хивизе, ситуация еще проще. В принципе, отношение к россиянам нейтральное, в основном из-за языкового барьера. И венгрии вообще, вот, в ходе проведения процедур, они предпочитают молчать, то есть, как бы, нет такого вот взаимодействия между пациентом и персоналом, как это происходит, допустим, в Чехии, да, то есть, вот, в Карлово-Хварах там медперсонал всегда спрашивает, все ли хорошо у вас там, нет ли у вас каких-то проблем, как вы себя чувствуете, как проходит процедура, нужна ли вам помощь. Ну, потому что чехи, как бы, очень хорошо знают русский язык, и я даже очень много раз повторяю эту поговорку, чехи сами говорят, что мы скоро начнем забывать свой родной язык, потому что говорим очень часто на русском языке, к нам столько много людей приезжает. А венгры, как бы, там языковой барьер присутствует, и венгры, как бы, особо не общаются. Только, да, если вы, как бы, подходите, что-то спрашиваете, да. Поэтому там взаимодействие вот россиян с персоналом непосредственно минимальное. Сотрудники отелей делают свою работу четко, ни больше, ни меньше. Хороший уровень гостеприимства по-прежнему демонстрируют курорты Словении, Словакии, Италии, Франция. Ну, Франция особо, потому что там в основном элитные курорты, такие как Виши, и, конечно, когда вы приезжаете и платите 150 евро только за проживание завтраком, а еще там евро 300-500 за лечение за три дня, то, соответственно, какое к вам может быть отношение? Только исключительно благожелательное. И я вам даже больше скажу, знаю очень много отельеров, которые постоянно проводят обучающие тренинги с персоналом, и контролируют, как вообще сотрудники отеля обслуживают их гостей. Так что на сегодняшний день атмосфера на самых популярных лечебных курортах Европы, где я был и с которыми я продолжаю работать, благоприятная. Россияне приезжают, отдыхают бок о бок с украинцами, и наоборот, никаких конфликтов нет. Будем надеяться, что все так и будет продолжаться. Давайте жить дружно, хорошего вам здоровья, хорошего настроения. Приезжайте на курорты, не забывайте звонить мне, консультироваться, куда лучше поехать.